Сравнивая русские оригинальные тексты с текстами болгарских переводов, не трудно заметить, что многие русские безличные конструкции заменяются переводчиками болгарскими личными. Не следует спешить, однако, с выводом о более узкой сфере синтактической безличности в болгарском языке по сравнению с русским. В докладе я постараюсь показать, что безличные конструкции в болгарском довольно широко распространены. Некоторые из них значительно превосходят по употребительности аналогичные русские. А межязыковые различия в составе и частотности безличных структур непосредственно связаны с типологическими характеристиками двух сопоставляемых славянских языков. В отличие от синтаксического русского, современный болгарский язык сохраняет лишь отдельные поддержанные формы личных местоимений при полной утрате именного склонения. Некоторые виды синтаксически безличных конструкций не могут быть продуктивными в болгарском языке именно из-за его именованной аналитизма. В первую очередь проблематичными оказываются безличные построения с переходными предикатами. Распространение в таком языке, как болгарские безличные конструкции типа русских «крышу снесло» или «снесло крышу» маловероятно. В первых, типа «крышу снесло» дополнение темы при формальном неразвлечении именительного и винительного падежей могло бы быть неправильно воспринято как подлежащее. Вторые, типа «снесло крышу» из-за отсутствия специфического маркера безличности воспринимались бы скорее как построение с разворическим нулем подлежащего. Безличная модель с транзитивными предикатами находит в болгарском ограниченное применение при описании физического, психического и ментального состояния субъекта. Здесь используется небольшое число близких с рейлогизмом конструкций, как правило, с винительным падежом и стоименной клизки. Трясеме, теглеме, пробождаме в крыста, мерземе. Безличные предложения с переходным предикатом и партитивом экспериенсера в функции прямого дополнения, распространенные в русском языке, типа «свело», «ногу», «ломит», «спину» в болгарском не употребляются в силу уже указанной причиной – невозможности формального разграничения позиций винительного и именительного падежей. Одними из основных функциональных экзивалентов русских безличных предложений с транзитивными предикатами являются болгарский пассив и деколзатив. Сравните русские безличные предложения. Более лёгкие пивные банки сносило потоком воздуха пилелем. И болгарский перевод. Полетит и берегене кисельцы от насиха от воздушных путок. В болгарском пассиве. Русское безличное. Через некоторое время вагон сильно тряхнуло пилелем. И болгарский перевод. Вслед в известное время вагон от силуса растресси. В болгарском деколзативе. Если же особенности грамматической системы болгарского языка не препятствуют адекватному выражению смысла посредством безличной конструкции, такие структуры не только используются в нём, но и в значительной степени превосходят по своей употребительности и сферам распространения русских соответствий. В первую очередь это касается таких безличных моделей, как субъектный имперсонал на массе Танисепеи, аффективный имперсонал работницы, так называемый безличный пассив муретую тубану, и дативная конструкция с предикативом на О, тыжну мое. Несколько слов о каждой из этих болгарских конструкций. Субъектный имперсонал. В болгарском языке стилистически нейтрален и чрезвычайно широкоупотребительен. В этой структуре глагол имеет возвратную критику СЭ, позиции семантического субъекта стёрта. На то же день не СЭПЕЙ, в этот день не пою, буквально в этот день не поётся. При образовании субъектного имперсонала от исходных структур с переходными глаголами прямой объект не продвигается в позицию подлежащего, как при образовании пассива, а имея предельно низкий коммуникативный рак, уходит со сцены вместе с субъектом. При отсутствии контролирующего согласования подлежащего глагольный предикат принимает безличную форму третьего лица, одиннадцатого числа. Назначение субъектного имперсонала не характерное для залоговых противопоставлений, конвертирования, ориентации процесса, а устранение из поверхностной синтаксической структуры его участников. Оказавшиеся за кадром субъект непереходного глагола, а также субъекты объекта глагола переходного, воспринимаются как участники референциально обобщённые или неопределённые.